Я хочу рассказать сегодня об аддитивной комбинаторике Это молодая, быстроразвивающаяся наука Которая находится где-то между комбинаторикой и теорией чисел Определить предмет любой науки достаточно сложно Даже таких классических, как комбинаторикой и теорией чисел Давайте я это сделаю Постараюсь Значит, вот аддитивная комбинаторика, у нее два родителя Что же такое обычная комбинаторика? Комбинаторика это молодая, которая изучает абстрактные множества Соотношения между ними, сочетание, перестановка и размещение Количество конфигурации и так далее Теория же чисел интересуется свойствами чисел Что мы можем сказать о числах натуральных, целых, персональных, персональных и так далее Что были общие? В аддитивной комбинаторике мы изучаем не произвольные множества, как в комбинаторике общие А числовые множества То есть только множества, составленные из чисел Более общих из элементов, которые можно складывать Отсюда слово аддитив То есть основной объект исследования наш Это, скажем, подможество натурального ряда Очень важно для нас, что множество это не абстрактное какое-то, а вот его элементы можно между собой Про родители аддитивной комбинаторики возникли достаточно давно Это комбинаторная теория чисел И я чуть-чуть попозже скажу, так сказать, некую здесь историю Хорошо Итак, наш основной объект Это подможество натуральных чисел Ну, можно подможество действительных чисел брать Это не очень важно Главные элементы можно складывать И давайте складывать не просто элементы Да, просто элементы это как раз предмет теории числа Сложение чисел А давайте попробуем складывать множество И вот это первая важная аддитивно-кабинаторная операция Сложение двух множеств Вот это вот множество Числовые Ну, сумма двух множеств Это третье множество Которое образовано Просто-напросто всевозможными суммами элементов А То есть А-А В-А Давайте разберем пример Вот пусть у меня А Состоит из трех чисел 0,1,3 А В состоит Из двух чисел 0,5 Что такое А плюс В? Ну, если я ко всем элементам А Прибавлю 0 То я получу множество А Правда? Вот Если же я ко всем элементам А прибавлю единичку Тогда 0 перейдет в единичку Мы уже записали результат Единичка перейдет в двойку Это мы еще не записали А двойка берет в четвертую И значит Вот наше множество сумм А плюс В Оно вот такое Давайте-ка я контрольный вопрос задам Что будет Если я возьму такое множество А И Вот такое множество В Между прочим А и В Это арифметические прогрессии Шагом А1 Да? Что тогда можно сказать про А плюс В? Что это за множество? От единицы до А и плюс В Ну, все правильно Ну, так сказать, внимательно От единицы ли видно? От двойку От двойку Да, до чего? 5 n c Забавно, что сумма 2 арифметических прогрессий Это тоже эфирическая прогрессия Нам пригодится Ну, давайте Еще какие-то Разберем Примеры А вот Пусть у меня множество А Это последовательные степени Десятки Я последнюю степень Здесь напишу n-1 Чтобы у меня в А было ровно n чисел Что тогда можно сказать Про А плюс А? Ну как? Оно состоит Из Сум степеней Десятки Правильно? Десять Степени И Плюс Десять Степени Ж Да? А И Ж У нас Значит Тут Степень С нуля Начинается А заканчивается Все это n-1 В десятичной Системе Счисления Вот это число Десять Степени И Десять Степени Ж Это просто Число У которого На битом И на жетом месте Стоят единички Да? А остальные Нули Правильно? Ну и значит Все эти пары Они различны Потому что Десятичная система Счисления Однозначно Записывают Любую Число Правильно? Ну кроме Конечно Случаев Когда Скажем Пара ИЖ Равна Паре Ж Да? Правильно? Да? Ну Значит Что? Если У меня И ИЖ Различные Да? То Сколько Их Таких Кстати Пар Сколько Наборов ИЖ Так Чтобы ИЖ Были Различны Н на Н-1 Ну а так Постановки Одно и то Что Н на Н-1 Пополам Молодец Н на Н-1 Пополам Это Количество Пар И ИЖ Ну Заговорка Что ИЖ ИЖ Это То И То Между Прочим Это Число Сочетаний Из Н Пополам Да? У меня ИЖ Пробегает Н чисел И из них Я выбираю Два Это Число Сочетаний Из Н Пополам Сказываются Гены Одного Родителя Да? Кабинатория Ну И еще Конечно Я могу Взять И равное Ж Да? Тоже Получить Что? Получить Число У которого Значит Десятичные записи Двойка Да? В этом Разряде И равное Ж Да? А остальные Ну там Правильно? Ну Ясно Что Эти элементы Тоже Не попадут Вот В Эти Пары И значит Всего Различных Пар у меня Будет Н Н Н Пополам Плюс Н Н Н Плюс Плюс Один Пополам Так Параш Давайте еще пару примеров Разберем Складывать можно Не только конечное множество Но и бесконечное Мы чуть-чуть похоже будем этим заниматься А пока вот только два таких примера Разберем Возьмем отрезочек 0,1 Что будет, если я его сложу с собой? Так Если вот его сложу с собой Ну и два Вот Ну а теперь вам Подумать Упражнение Что будет, если я сложу с собой квадрат? Квадрат Не значительно Так Будет квадрат Гомотетичный Да? Исход Но Значит Размера в два раза больше Ну тут все-таки кое-что надо доказывать Да? Ну ясно, что вот любую точку этого гомотетичного квадрата я получу Да? Ну Просто там В два раза Умножаю Да? Был элемент Умножаю в два раза Вот получаю точку Квадрат Ну вот надо доказать, что ничего другого не сделать Тут надо воспользоваться выпук Подсказка Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому